Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика Потери Российско-фашистских войск в Украине Давайте посмотрим, что там было Это как раз вчерашние сутки Вот этот большой расход Так сказать, беспилотников у расистов И где, что и как Ну, прежде всего, все, очень многие Паникуют, ой, Авдеевскую промку сдали Ну, как вам сказать Авдеевскую промку сдали? Ой, они туда зашли Ну, во-первых Насколько мне известно То они в промку зашли И из нее вышли, там не за что держаться Там нет Ни одного целого здания, где можно было бы Ну, сделать Бункер какой-то, что-то как-то где-то Сидеть и так далее Закрепиться там, то есть Промка фактически на сегодняшний день Да, наши отошли, но там серая зона Они туда зайти не могут Ну, они заходят, их сразу там уничтожают Там все завалено ими Разве что, ну, ты можешь зайти Там отлежаться за За каким-то кирпичом Ну, 20 минут, полчаса, час А потом что делать? Там нет помещений Там невозможно согреться Там, ну, сколько солдат выдержат Вот, на морозе Под снегом Почему наши оттуда вышли? Вот поэтому И они тоже не могут, соответственно Да, там у них есть какое-то определенное продвижение Где-то на различных участках под Авдеевкой Где 100 метров, где 200 метров Ну, это так Хотя я, я вот Они, конечно, там ложат сотни солдат сейчас Сотни Там дохляками завалено все Хотя, с другой стороны Вот мне говорят, что Да Путину плевать Сколько их там сдохнет Вот ему абсолютно Они для него тупо расходный материал И это действительно Это тоже правда Ему наплевать Ему даже хорошо Чем больше их там останется Тем ему лучше Потому что ему эти алкоголики Это все вот эти зэки Это все, что он туда шлет Они ему даром не нужны Это для него просто мусор Он их там утилизирует Занимается утилизацией С его точки зрения мусора Поэтому, действительно, да Ему своих солдат не жалко Это абсолютно очевидно И в любой атаке Чем больше их погибает Тем лучше Путину Вот, собственно говоря, так Плюс он же должен освобождать Сибирь Сами понимаете Он дядюшке Си Сибирь передает без мужичков Женщин надо оставить А мужичков же надо, как говорится Аннигилировать Ну, Путин этим и занят Поэтому я тоже, как бы, понимаю Меру, скажем так Беспокойства наших О том, что Да им плевать Им плевать, сколько их там ляжет И поэтому вот козырять этими потерями Как бы Ну, удовольствие ниже среднего Просто потому, что Просто потому, что Я это все прекрасно понимаю Короче говоря, ребята Ну, что, это война Это война И по нам летит И по ним летит С этим ничего нельзя сделать Ну, каких-то там Категорических Или, знаете, таких Слишком драматических Изменений в линии фронта На фронте В Авдеевке Нет Есть подвижка В ту, в другую сторону Наши, кстати, тоже Контратакуют Так что Вот такое Что еще Кроме Авдеевки Это у меня один телефон Не обращайте внимания У меня тут и И один телефон работает И другой И сразу Звук вы слышите От прихода сообщений И поэтому не страшно Так По другим направлениям Запорожское направление Наши продолжают атаковать Это в РБВ В районе в РБВ Еще там в нескольких районах Там встречные бои идут Есть небольшое продвижение Но опять такое же Как у Этих В Скажите мне В районе Авдеевки Где 100 метров Где 200 метров Короче говоря Из всего этого Линия фронта Она более-менее Сейчас стабильна Сейчас очень тяжело Атаковать Как нам Так и им И реально Иметь какие-то Большие продвижения Это невозможно Техника застреет Невозможно Где-то Как-то Взять И проскочить Так что вы знаете На километрах Сейчас это сделать Вообще невозможно Ну соответственно Ничего страшного Занимаемся Стираем Как говорится Их армию Многие Обозреватели В том числе И Бильда И институты изучения войны Пишут Что например В Авдеевке Сейчас Это не наши Еще раз говорю Это западные Обозреватели Исходя из Того что они Видят на фото Видеоматериалах Что они видят Со спутником Они говорят Что на сегодняшний день Потери в личном составе Например Под Авдеевкой Один к двенадцати На сегодняшний день То есть Они тупо Они тупо Мясные штурмы Там устраивают И ложат Личный состав Немеренно Кстати Техники Тоже довольно Много ложат Видимо Гитлер Точнее Путлер Поставил им задачу Захватить Авдеевку Любой ценой Ну вот как Пристали Захватить Там Любой ценой Ржев Помните Когда СССР Воевал С Германией Ржев Взять Ну что Миллион солдат Чтобы вы понимали Например Когда немцы Захватывали Ржев Город есть Такой Они его Взяли Силами Одной роты Потеряв Там два Человека Одна Разведрота Захватила Ржев Когда Начали Так сказать Освобождать Вот эти вот горе-освободители Этот Ржев Да Положили миллион А потом удрали Все равно Миллион человек Положили под Ржевом Даже по-моему Песня какая-то такая есть Ну вот это Чтобы вы понимали С кем мы имеем дело Просто Я говорю Это Абсолютно мрачное Вот это вот Это государство Или как его там назвать Это Россия Или этот совок Где Просто Сколько надо Чтобы убили Пятьсот Тысяч Тысяча Пятьсот Знаете У них какая разница Это не имеет значения Это расходный материал Для них Чтобы вы понимали За вчерашний день Тысяча семьдесят Вооруженных Путерастов Отправлено На концерт Кобзона Послушать Как там Из-под парика Поет Прямо на палубу Крейсера Того самого Москва Да Который теперь Буль-буль Подводная лодка Там с карасями Плавает Всего Триста двадцать Четыре тысячи Восемьсот Тридцать Путинских Боевиков Отправились Прямо к Кобзону Да Закобзонилось Так сказать Дальше Было Закобзонено Также Одиннадцать Танков Рашинских Пять тысяч Пятьсот Тринадцать Всего И шестнадцать Броневиков Всего Десять тысяч Двести семьдесят Девять То есть Мы видим Что танковую Поддержку Какую-то Да Они получают Но Относительно Небольшую То есть Все равно Это чисто Мясные В основном Штурмы Которые Они проводят Где они Утилизируют Собственную Пехоту В огромных Количествах Ну Тысяча Человек В день В среднем Это Охренеть Можно Просто Ну Абсолютно Никого Ничего Не смущают Там Потерят О господи Прости Мамки Женки Стерпят Ей скажут Что дадут Там два Килограмма Пельмени Она Хрюкнет И пойдет Себя домой А что ей Остается делать Сама Путина Избирала Аж еще раз Пойдет За Путина Поголосуют Так Не за кого Голосовать Она Так Скажет Ну Так У тебя Еще и сына Туда Отправят Дура Да В мясорубку Значит По пушкам 23 пушки За вчерашний день Самоходных Несамоходных 7874 Всего Ну Нормально Так И две Единицы РСЗО Это Грады Урагана И так далее Всего 907 С начала Рашистского Рашистского Вторжения И Также Уничтожено Одно Средство ПВО С-300 Шпокнули У них 597 Всего Это Хорошо Дальше Самолеты Вертолеты Близко К линии Фронта Не подлетают 324 323 Так и Есть И Вот По Беспилотникам Я вам Говорил 93 Штуки Всего За Сутки Прошедшие Ну Там Надо Сразу Сказать Что Из них Шахедов Если Я так Не Ошибаюсь 74 Штуки Да Остальные Это Других Типов Беспилотники Там И Орланы И так Далее И так Далее А те Кто Наводили Там Фотографы И так Далее У них Там Марлин Или Мерлин Как У них Много Различных Типов Зала Ланцеты И так Далее Это Все Сбивается И Вот В общей Сложности Дает 93 Штуки Всего 5901 С начала Российско Фашистского Вторжения Ну И по Грузовичкам Давайте Посмотрим 29 Штук За Вчерашний День Всего 10288 Ну Нормально Так Средний Показатель И Одна Единица Спец Техники Всего 1113 Вот Так Ребята То есть Продолжаем Утилизацию Российской Армии В Украине Как Утилизируем Полностью Дадим Вам Знать Все Будо Украину